Микс-ньюс Радио Болтком. Программа Абонент доступен. Участие слушателей обязательно. Вы также можете звонить к нам в эфир и писать в WhatsApp 2306191. Вас называют одним из немногих российских актеров, сумевших покорить Голливуд. Удалось вам это? Как вам кажется? На самом деле. Ой, такой риторический вопрос. Слушайте, что значит покорить Голливуд? Я не думаю, что кто-то из русских актеров его вообще покорил. Ну да, я, может быть, снялся в более большем количестве фильмов, чем другие актеры. Но это не значит, что я его покорил. Если бы я его покорил, я бы получил Оскар. Тогда другой вопрос. Но я Оскар не получил. Поэтому я Голливуд не покорил, но Голливуд это часть моей жизни. И это прекрасно, здорово. Точно так же, как и российское кино или европейское. Это просто моя работа, которую я люблю, обожаю. И счастлив, что я к этому причастен. За границей вы оказались благодаря цирку. Да, после армии это было. Да, изначально я уехал. Я стал артистом цирка. Уехал на гастроли. Очень долго мы гастролировали. Мы первые, кто был после 40-летнего перерыва. По-моему, такая была холодная война между Израилем и Россией. Мы уехали в Израиль. Год целый там пробыли. И я понял, что никакой войны нету. Что это все вообще бред сивой кобылы. Как нас там любят. Как нас там ждут. И вот мы почти что год пробыли в Израиле. Потом Европа. Потом после Европы Америка. Женился, остался как-то. То есть у меня не было никаких планов куда-то свалиться, эмигрировать или что-то. Но так сложилась жизнь. Ну и все. Слава богу, у меня все так складывалось в моей жизни. Ну как-то по моим правилам. То, что я хотел. Мне не надо было переступать через себя. Садиться работать в такси, когда нет денег в Америке. Или что-то еще. Ну как-то все складывалось хорошо. Но приходилось даже бомжевать вам в Лас-Вегасе. Да это счастье. Это счастье было. Я умоляю. Лас-Вегас. 50 градусов жары. Счастливые люди. Все выигрывают. Казино. 24 часа в сутки все работает. Все светится. Отовсюду сыпятся деньги. В каждом казино можно бесплатно поесть. Покушать. Туристам дают там пиццу, попкорн. Там что-то. Я знал все места абсолютно. Поспать можно ночью на улице. И опять же говорю, жарища там. Ну да. Какие-то некие трудности были. Но слушайте, когда вам 23-24 года, какие нафиг трудности? Вы за каждым углом ждете счастья. Особенно вы попали в другую страну. Ну у тебя просто открытые вот такие глаза. Ты ходишь и ищешь за каждым углом какого-то. Блин, сейчас что-то произойдет. Сейчас что-то случится. Они так живут. И я так могу. И у меня так получится. Вот так и было собственно. Ну вы сейчас описываете все очень позитивно. Но действительно ведь были трудности у вас, когда с той же пиццей, например, вы говорили, что несколько раз приходилось подходить. Ну были, но это не трудности. Ну слушайте, ну да, там с попкорном, да. Он тебя там обносил, тебя ты там пять раз в очереди стоишь там, чтобы наесться там. Ну и что? Я их понимаю прекрасно. Ну что, им бомжей кормить? Конечно, они там клиентов в основном кормят. Ну ничего, уходил в другое казино. Но слушайте, ходил по этим машинкам, автоматам одноруким, искал, тут 25 центов валяется. Там, на полу, здесь я за день находил там несколько долларов, там шел в магазин, покупал себе сосиски и батон хлеба порезанный. Там, да, кладешь там сосиску в четыре куска хлеба, съедаешь, и тебе на полдня хватает, и ты дальше шастаешь по Лас-Вегасу и ищешь счастье. Вот и все. И мыться приходилось в чужих бассейнах? Приходилось, да. Ну, а там бассейны везде, слушайте. У каждого бассейна 55 градусов, 50 градусов жара. Лас-Вегас такое среднее, статистическое. Ну, конечно, у всех бассейны, в каждом отеле. Есть отели с заборами, есть без заборов, есть мотели, есть маленькие мотельчики там, ну, прыгнул, искупался, ушел. Ну, то есть, это так звучит, как бы, да, сложно, но это на самом деле, я еще раз говорю, когда ты молодой и весь там в амбициях и в перспективах, это не так сложно. А как складывались ваши отношения с кинематографом? То есть, как быстро в Америке вам удалось в эту индустрию попасть все-таки? Вы знаете, я всегда говорил, что, видно, меня там кто-то так все-таки ведет там за хвостик, какие-то внешние силы, потому что у меня всегда все складывалось, ну, как-то благополучно, и когда наступала, извиняюсь за выражение, самая-самая задница, вдруг что-то у меня происходило, и меня как-то вытаскивало наверх. Это всегда почему-то было и до сих пор происходит, поэтому я когда решил вдруг, я снялся случайно, я работал в мюзикле в Лас-Вегасе, да, и там исполнял главную роль, и много наших девчонок из мюзикла, они ходили по ночам подзаработать в стриптизе. В Лас-Вегасе много стриптиз-клубов. И девчонки ходили ночью, запрещалось вообще, кто работает в мюзикле, ходить там ночью работать в стриптизе. Но девчонки, естественно, там инкогнито ходили там подзаработать, и меня звали, приходи, я сегодня в этом клубе, в этом, в этом. Вот я пришел один раз в клуб, и вдруг там знакомился с парнем, как это не смешно звучит, он на меня так смотрит, 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 я думаю, господи, нормально пришел в женский клуб, тут на меня чувак смотрит. А потом он мне говорит, слушайте, это не вы сейчас в мюзикле были, Самсона играли? Я говорю, я, а? Он говорит, о, блин, я только что вот у вас посмотрел, вот тоже пришел. И мы разговаривали, пообщались, это оказался Тед Фокс, известный продюсер голливудский, который снял очень много фильмов там, и туда-сюда. И что-то разболтались, я говорю, а ты чем? Он говорит, а я продюсер голливудский, и мы уже так накатили прилично, и я говорю, в шутку практически там, а сними меня в кино. Он говорит, а давай, у меня вот сейчас начинается через месяц фильм, там, хочешь, я тебе роль дам? Я говорю, хочу, он говорит, бери это, отпуск там, вот две недели мне нужно, чтобы ты был в Лос-Анджелесе. Вот так я оказался в Голливуде. Я сорвался, взял, уговорил своего менеджера там в мюзикле и сорвался, и приехал в Лос-Анджелес, снялся в этом фильме, это была кинокомедия, которая называлась «Манки бизнес», обезьянья работа такая, с детьми, в которой главную роль играл Шай Лабаф, будущая звезда Голливуда, да, и мы с Шайей потом подружились и встретились с ним на «Индиана Джонс», который играл сына «Индианы Джонса», и вот это да, это был его первый фильм, ему было 14 лет, и мой первый фильм, а мне уже там, я не помню сколько было, в общем. Вот так получилось, я понял, что это мне очень интересно, что это меня завораживает, и он мне сказал, Тед говорит, пока ты работаешь, не теряй время, у вас в Лас-Вегасе есть несколько актерских школ, иди в любую, параллельно учись. Я так и сделал, я нашел школу в университете Лос-Анджелес, этого, Лас-Вегаса, в ЮНЛВ нашу актерскую, и ходил, работал в мюзикле, потом в цирке Дюссалей, потом там все, и все время ходил учиться по вечерам, по утрам, там, вот я так несколько лет учился, пока не понял, что все, я уже дошел до какой-то ступени, и переехал в Лос-Анджелес, все. Ну вот эта история, которая даже обыгрывается в Comedy Club, где русский актер сидит и ждет звонка от Спилберга, и когда Спилберг позвонил, его не было дома, и его бабушка сказала, ну она не узнала Спилберга, но ведь вы как раз осуществили мечту, которая многим недоступна, выяснялись у Спилберга, причем в одной из главных ролей в фильме Диана Джонс вместе с Харисоном Фордом. Спилберг сам звонил вам? Он не мне звонил, и сам он, конечно, не звонил, но он разговаривал вот как в Comedy Club было, я не помню, либо эту историю у меня кто-то спер там, я может Паше Воля рассказал, может я кому-то еще, ну потому что мы как-то общаемся там, мы дружим, может быть что-то еще, но это была история реальная, когда уже Спилберг меня утвердил на роль, он со своими главными героями обязательно встречается и общается, и вот меня привезли в офис на лимузине там, в Universal City там, у него такой офис просто сумасшедший, в котором рестораны свои там, всякие сады там, в общем, ну такая крутая тема, и вышел Спилберг, и мы начали болтать, разговаривать, и так зацепились прям вот долго-долго, он оказался таким человеком, и он мне говорит там, он очень любит узнавать про твоих родителей, про твои корни, он рассказал мне, что знаю про его папу, который создавал там компьютеры там, которые там то, все, где они похоронены, он такой, и он про моих там, а я говорю, а у меня мама сейчас в Лас-Вегасе, а у меня как раз мама прилетела в Лас-Вегас, и я ее там оставил, и уехал на пробу в Лос-Анджелес, и дал ей там денежки, там какие-то там, 10 долларов, она в казино, чтобы по 5 центов сидела в аппаратике, нажимала, и все, и я ей звоню, мам, ты как, она сидит с этой баночкой, ей там высыпалось там монеток 30, и она все, полдня сидит, не играет, я говорю, а что ты не играешь-то, она говорит, так я уже выиграла, ну то есть такая, знаете, и он мне говорит, у нее есть телефон, тогда как раз только появились мобильные телефоны, это было время прям такое вот, только-только, я говорю, есть, я ей оставил телефон, там все, он говорит, набирай, я ей набрал, и он правда с ней поговорил, она ни хрена не поняла, там он ей, мам, привет, там, хочу поздравить тебя, вот я твоего сына утвердил там на такую-то, на одну из главных ролей у меня в фильме, спасибо тебе большое, туда-сюда, а до этого я маму познакомил, есть такой актер, продюсер, режиссер, замечательный наш великий Родион Нахапетов, народный артист советского, по-моему, союз даже Родион, не Россия, и я у него тоже там снялся в каком-то фильме, первый он американский, русский фильм снял в Америке, это был, по-моему, русский в городе Ангелов, что-то такое, для первого канала, и я, и мама бредила Родионом, ну просто бредила, и она такая, ой, познакомь, я познакомил, и они ходили по городу, по Лас-Вегасу, а народ вот так вот открывала и на него смотрела с сумасшедшими глазами, и когда я маме сказал, она мне, потом Спилберг отдал мне телефон и говорит, ну все там, да, мы поговорили там маме, привет, мама говорит, кто это, я ей говорю, мама, это Спилберг, это кому я поехал на пробы туда, это кинорежиссер, и она мне говорит, ну он лучше, чем Махапетов, или как? То есть для нее вот это, такие мерки. То есть Спилберг не произвел на нее впечатление такого? Ну нет, конечно, на маму, ну как он, но если она его не видела, никогда не слышала, какое может быть впечатление? Ну, конечно, нет. Ну, работать со Стивеном Спилбергом в «Индиане Джонс», какой это был опыт, как вы это вспоминаете? Мне даже трудно ответить, что значит, какой это был опыт. Это был опыт. Ну что? Я не знаю, что значит, какой опыт. Хороший, плохой, меня никто не бил, я был счастлив, я был в восторге каждую секунду. Ну как вы думаете, какой это опыт? Это сумасшедший опыт. Есть сцена, где вы завязываете шнурок, это вы придумали эту сцену, а не Спилберг? Да, 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 кстати говоря. Я где-то, вы где-то уже подобрали это, я это рассказывал. Да, это действительно так, причем он сначала отреагировал так не негативно, а просто так мимо. Я ему говорю, слушай, они долго сидели и думали, как вот эти русские заходят на эту базу, там начинают ее там атаковать, а я где-то видел, или в нашем кино в советском, по-моему в нашем, где-то, клянусь, не могу вспомнить, но вот мне пришла в голову, я говорю, слушай, а давай вот так попробуем, Стивен, там, бам-бам-бам. Он говорит, да-да-да, Игорь, спасибо, спасибо, давай, мы сами подумаем. Ну ладно, я уехал, там через час за мной прибегает эссистентка, Игорь, там, вас зовут там, садитесь. И мы на этой гольф-машинке приезжаем в этот шатер маленький, в котором сидят, я зашел, Джордж Лукас, Стивен Спилберг, Кэтрин Кеннеди, Фрэнк Маршалл, все эти, кто Берна Деннити сделал, Джейсон Борн эти самые, Денис Стюарт, который железный человек, там, ну все продюсеры величайшие, просто у меня аж глаза чуть-то, они все участвуют, просто скинулись там по несколько миллионов, и вот снимают кино и кайфуют от этого. И я зашел, и он так, как-то так игриво мне говорит, Игорь, ты извини меня, пожалуйста, я говорю, в смысле, он говорит, ну, офигенная идея, давай-ка я использую это. Я говорю, да, конечно, ты чего, я говорю, Стивен, я просто буду всем говорить, что это я придумал, он говорит, да, все, говори, и все, ну вот так вот произошло. Ну вы знали и семью Стивена Спилберга, у вас такие были близкие достаточно отношения, вы с ними были знакомы? Нет, 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 что значит близкие? Ну, жена приезжала на съемки, естественно, сидела там периодически, там все жены продюсеров всех всегда периодически когда-то приезжали. Дети, там, маленькая Саша, там, там, все с сыном Спилберга, он тогда как раз, я еще у меня вышла, я же снялся в этой компьютерной игре, там, Red Alert, которая в то время была одна из самых крутых, но я там снялся внутри чуть-чуть, но они использовали мою физиономию на обложке и это было просто, там, тоже фурор какой-то, я приезжал в магазин там расписаться в американские Best Buy, там есть такие компьютерные магазины там расписаться, они меня приглашали, а там стояла очередь там в несколько километров этих детей, чтобы просто я им там на коробке компьютерной расписался, и для меня это было так смешно, они спрашивали еще там какие-то вопросы, а я реально вообще не играл ни разу в компьютерные игры, вообще не знаю, кто я там, что я там, зачем, я просто, мое лицо на обложке, я был доволен, а они прям за чистую монету все это, и меня так, ой, скажите, а вот здесь вот как, а вот там как вы прошли, там, четвертый, там, порог? Я думаю, господи, как мне им соврать, что мне им придумать, я даже не знал, что говорить, и он, вот один из тех был у Спилборга, кстати, сын, который мечтает, уже, наверное, стал режиссером, мы давно не общались, но который говорил, я буду режиссером, я вас сниму, я хочу, я вижу там это, это, так мы болтали. Ну, а куклу видели, которую сделали с вас, Индиана Джонс, вы в вашей роли, и кукла Кен, такой. Вот эту вы имеете в виду? Да. Да, да, видел, да, такую куклу видел, конечно, мне... То есть это Джордж Лукас? Да, Джордж Лукас мне прислал несколько коробок таких кукол, и, к сожалению, у меня осталось, наверное, там штук 5-6, остальные я раздарил, кому-то там, каким-то фанатам там отдавал, что-то такое, сейчас это такой раритет, это можно на интернете очень дорого приобрести, кстати говоря. Как она создавалась, знаете это, как проходила работа? Что значит знаю, и меня сажали в кресло, которое крутится 3D, крутили там, и все это делали, как я знаю, вы думаете, кто-то за меня это делал? У Джорджа специальная студия такая у этих всех, мы, я помню, Шайла Бафф мы приезжали, и Кейт Бланшетт тоже, ее куклу делали, Харрисон отдельно делал, а вот я, Кейт приезжал, и Шайла Баффа, мы делали все эти 3D в этом кресле, стояли, там все ты крутишься, тебя снимают там все какие-то мерки специальные, в общем, вот так вот. Сейчас сделаем небольшой перерыв, потом вернемся и продолжим, оставайтесь с нами. Мы продолжаем программу «Абонент доступен», в студии работает Анна Смирнова. Вадим Родионов, звукорежиссер Родион Золотарев, на прямой связи по скайпу с нами российский и голливудский актер Игорь Жижикин, здравствуйте еще раз. Да, приветствую еще раз. Телефоны прямого эфира 672-12-93-9 и 672-13-93-9, звоните, также задавайте вопросы в WhatsApp 230-6191 или в Facebook, это можно делать на моей страничке, Вадим Родионов, латиница Родионов через А, и вот Дмитрий у вас спрашивает, довольны ли вы своим амплуа или хочется чего-то другого? Блин, да нет, ничего другого не хочется, я, что значит, у меня, я вообще, я делаю все, что я хочу, что, как это, я доволен, недоволен, я делаю все, что я хочу и не делаю то, что не хочу, все, все. Олег Токтаров, который был гостем программы «Абонент доступен» у нас на радио, он сказал, что отказался сниматься у Спилберга, потому что не хотел изображать стереотипных русских, вот вопрос такого стереотипного отношения к русскому человеку, к русскому герою, антигерою, он существует в Голливуде, как вы считаете? Ну, во-первых, Токтарович мой замечательный дорогой друг, я его люблю и обожаю, и мы с ним оба пробовались на эту роль, он тоже пробовался туда, я не знаю, отказался он, не отказался он, это как бы его, ну, я просто не знаю этого, а вообще, да, конечно, конечно существует, ну, что вы, ну, слушайте, как, как относятся, там, грубо говоря, да, к стране, если это, там, какой-то негативный, чуть-чуть агрессивный, ну, тогда и люди там становятся такие, а понятно, что Америка, там, нас, там, считает, там, ну, такой страной, такой какой-то агрессивной, ну, и вот они нас, там, русских, считают агрессивных, да, и так же показывают, если, ну, кого-то, я не знаю, ну, в принципе, я, для меня это все положительно, потому что мы у них, у нас, у американцев самые большие антагонисты такие, это клево, это здорово, это потому что они уважают, это большая, огромная держава, они же не делают, там, врагами, там, каких-то там, ну, не каких-то, а просто какие-то другие страны, да, маленькие, там, там, поляков, чехов, там, я не знаю, там, немцев, хотя и украинцев тоже, вот смотрите, пожалуйста, я сыграл в это самое, в «Туристе» у Ван Хэнкеля, замечательного режиссера, который у Оскара получил за фильм «Life of Others» «Жизнь чужих», я с Анжелиной Джули и Джонни Деппом, я там сыграл роль какого-то бандита, не какого-то, а почему-то они украинского бандита сделали, я так удивился, что они все озвучили на украинском языке и вдруг мы оказались украинские бандиты, я думаю, надо же, потом это все, ну, вышло когда в прокат, я не знал, что я вдруг украинец буду, ну, вот как-то так, поэтому, ну, конечно, какие-то страны они берут, которые страны-антагонисты, ну, мы тоже не привозим никого, на секундочку, в Россию, не делаем героев, там, американцев, французов, немцев, там, или кого-то, мы не делаем, у нас свои герои есть, у нас своих, вот, достаточно, с какого фига мы должны кого-то тут еще героями делать, так же и в Америке, так же и в Голливуде, ну, у них свои, там, крепкие орешки, там, я не знаю, там, сильные задницы или кто-то еще, вот. Ну, а как себя чувствует актер, который снимается в Голливуде, какие-то условия актерской жизни? А даже, здесь можно даже не спрашивать, потому что есть профсоюз актеров, в котором я там 20 лет состою, и в котором детально все прописано, тебе не может быть хуже или лучше, прописано все детально, как ты работаешь, куда ты приходишь, сколько ты работаешь, где ты сидишь, что ты ешь, когда ты получаешь свою денежку, сколько ты ее получаешь, какие отчисления от проката идут, это все всем занимается профсоюз. Этот профсоюз работает как на актеров, так на режиссеров, операторов, гримеров, на кого угодно, осветителей, все, все профсоюзы разные. Все, поэтому тут даже, ну, что? 672-12-93-9 и 672-13-93-9, звоните нам, задавайте свои вопросы, пишите в WhatsApp или в Facebook актер Игорь Жижикин, у нас на прямой связи сегодня. Не возникало ли у вас мысли снимать свое кино сейчас в России, например, стать режиссером? Да возникало, конечно, и все время возникает, но для этого я просто прекрасно понимаю, что так же, как в актерской профессии, когда тебе кто-то мне пишут много каждый день в соцсетях и говорят, ой, я хочу быть актером, а что надо сделать? Я всем пишу, учиться. Ну, что надо сделать? Ну, вы хотите быть актером? Да я, мне не надо учиться, я это, я это, я то, я сё. Я с детства там лицедей. Нет, надо учиться, надо понять, что ты делаешь на сцене, там, в кадре, как ты. Даже если ты самый смешной человек в мире, ты должен все равно понимать, что ты делаешь, как ты делаешь, почему ты делаешь, зачем ты делаешь, и какие-то там, ну, понимать свое телодвижение полностью, а не просто, что ты смешной человек. Так же и здесь. Я очень четко это понимаю. Хочу пойти, кстати говоря, на высшие режиссерские курсы, попробовать поучиться. А так, идей-то много, да, очень хочется снять, что-то снять. И есть идеи, что снять. Но можно ли сказать о том, что актер это зависимая профессия, потому что он выбирает от тебя выбрать? Все, даже дальше даже не надо. Конечно, самое, по-моему, зависимое. Но это тяжело, эта жизнь в режиме ожидания? Насколько это сложно, психологически? Это депрессия, это, я не знаю, там, что у многих алкоголь, что-то еще. Да, это очень зависимая профессия, не все ее выдерживают, не все. Это очень сложно. Сегодня тебя носят на руках, завтра ты нафиг никому не нужен, сегодня тебя все узнают, завтра тебя никто не видит. Ну, это сложно, да. И не каждый, еще раз говорю, может это пережить. Но вам приходилось переживать эти кризисы? И как вы с ними справлялись, если приходилось? Я и сейчас их переживаю, собственно говоря. У меня вот есть период, там, работы нету, вдруг нету. Я начинаю паниковать, начинаю как-то волноваться, меня колбасит. Я думаю, блин, блин, я уже не надо что-то еще, там, что-то надо делать. Я начинаю педалировать, там, в театре, что-то там, какие-то антрепризы, там, туда-сюда. Ну, то есть, да, это нервяк, но этот нервяк, он тебя двигает, он заставляет тебя шевелиться, заставляет что-то делать. А так я прошел это все, слушайте, начиная с той же Индианы Джонс. Когда вышла Индиана Джонс, меня в Лос-Анджелесе бомжи узнавали. Вот я шел, там, а мне бомж сидит, я, как сейчас помню, на Sunset Boulevard, и мне говорит такой, о, Довченко, полковник, там, корнел Довченко, бомж, просто, мне так было это смешно, потому что, вот, а фильм, вот только я из Канн прилетел, я был с Пилбургом в Каннах, и прилетел с фестиваля с этого, и вот люди узнают, потому что это, конечно, культовый фильм, все видят, все каждого персонажа разбирают там по косточкам, и я был звездой, я ходил, у меня везде, во всех кофешопах, во все, а потом бах-бах-бах, и ты это понимаешь, снижается, 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 а потом вдруг, раз, и никто тебя вообще, на тебя внимания не обращает, ну, это нормально, просто, ну, как бы, это зависит от человека, я это абсолютно нормально пережил, так же, как и здесь, выходит что-то, ты, тебя просто, ты боишься выйти из дома, ну, не боишься, грубо говоря, а, там, да, как вот культовый, там, у нас сейчас сериал «Мажор», самый такой крутой, да, когда я появился в «Мажоре», все, и прям ты из дома выходишь, а все, вон он, вон он, там из «Мажора», а потом раз, 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 так снижается, снижается, и уже вроде как-то никто, опять что-то вышло, опять тебя узнают, ну, это нормальная, абсолютно такая жизненная, ну, дилемма. Ну, а критерий успешности актера, в чем он заключается для вас сегодня прежде всего? Не знаю, наверное, в том, что на тебя люди обращают внимание какое-то, вот, опять же, извиняюсь к тому «Мажору», когда я в первой части, у меня малюсенькая роль была, в которой я был самым таким подлецом и говнюком, да, и мне стали писать во всех соцсетях, там, Инстаграмы, Фейсбуки, там, что-то еще, какая вы сволочь, я вас ненавижу, вы вообще, вы мерзкие, вы противные, куча людей, куча, куча, у меня прям, я даже их не читал уже, потому что это было смешно. А потом вдруг раз, и там, в третьей части я стал хорошим, я подружился с «Мажором», с актером Павлом Прилучным, который играет главную роль, и вдруг мы стали друзья, и я стал вдруг хорошим, и те же люди мне начали писать, ой, извините, вы такой классный, вы такой хороший, вот мы так вот что-то там не... И вот это для меня признание, потому что ты смог, значит, сыграть такие качели, ты можешь быть говнюком, ты можешь быть хорошим человеком, и это все в одном кино, да, тебя любят, тебя ненавидят, тебя там хотят убить, тебя хотят обнять, ну, вот где-то, вот я считаю, что вот такие качели – это признание какое-то. На ваш взгляд, Голливуд сейчас теснит Netflix и вообще сериалы, потому что сериальные истории становятся, ну, такими качественными, очень дорогими, «Игры престолов» и так далее, вот как вы это оцениваете? Ну, я не знаю насчет «Теснит», я думаю, они все вместе идут в одной... Алло, вы меня слышите? Да, мы слышим вас. И видим тоже. А, да, у меня просто зарядка заканчивается сейчас, ну, я думаю, хватит. Вот, ну как, я думаю, они идут все в одной упряжке, все сериалы, Голливуд, слушайте, первый Голливуд начал все эти сериалы, «Фрэнс», там, «Друзья», там, все эти, которые сумасшедшие, бомбические, значит, «Теснит». Голливуд ты особо не потеснишь, а если что-то есть крутое, они тут же в это дело впрягаются. Ну, в сериалы вроде «Родины», там, «Хомленд», где русская тема тоже широко представлена, приглашали вас на кастинги вообще? Конечно, конечно. И в «Родину», и везде. Да, абсолютно меня везде, на все кастинги приглашали в какие-то, я не прошел кастинги, в какие-то я просто по времени не получилось, во многих, в некоторых я снялся. Почему? Я много очень снялся. Вот жалко не пошел, очень хороший комедийный сериал был, если вы его можете найти, называется «Political Animals», «Политические животные». В главной роли Сигурни Вейвер, такая замечательная актриса, а я играл там министра иностранных дел России. И это очень смешной сериал, мы снимали бы в Нью-Йорке, по-моему, его, но он не пошел, они сняли только пилотную серию, почему-то, они же так снимают сначала пилотную серию, выкидывают ее на телевидение, и там смотрят по рейтингам, продолжать или нет. Ну, вот, к сожалению, не пошло у них. И они не стали дальше снимать. А вообще, я так кайфовал, блин, такой сериал смешной, так было вообще здорово работало. И с Сигурней мы вообще подружились, и мы с ней прям просто ржали, сидели по вечерам, а потом она меня спрашивает в один вечер, она говорит, Игорь, скажи, а ты когда родился? Я говорю, 8 октября, она говорит, я так и знала, я тоже. То есть мы с ней еще в один день родились, у нас прям такие весы, либро-либро, совпадение такое. Ну, а юмор в российском кино и американском, есть ли какие-то общие точки соприкосновения, на ваш взгляд, или это два кардинально разных видов юмора? Ну, это, конечно, разный вид юмора, но соприкосновения есть какие-то. Но вообще юмор разный, у них, да, один у нас другой, они более отчего. Ну, это не только юмор, это и вообще мировоззрение и все остальное. У меня же были жены американки, да, и русские, я про это уже говорил там. То есть если русской говоришь там, приходишь домой, Наташа, у меня болит голова, ой, да, Игорь, а что, что ты сегодня делал там туда-сюда? А американке я приходил и говорил, Лиса, у меня что-то голова раскалывается. Она говорит, ну что, ты же знаешь, где таблетки лежат, вон они, иди возьми и выпей. То есть вот такой менталитет разный, поэтому и юмор, соответственно, здесь тоже чуть-чуть разный. Ну, я не знаю, плохо это или неплохо, в чем-то это хорошо, в чем-то это... То есть прагматичный более? Да, у них более прагматика такая, конечно, абсолютно. Ну, а есть ли разница на съемочных площадках в России и в Америке? Потому что многие российские актеры, они как раз с восхищением говорят о работе в Америке, потому что там все очень упорядочено, все очень четко, нет такого традиционного русского бардака, как его иногда называют. Так ли это на самом деле? Ну, так и есть, ну и что? Ну, да, у них все рассчитано, все заранее, все продумано, раскадровочки, разрисовочки, репетиции. То есть там не теряют время. А у нас, ну, я не то, что зачастую, во всех практически картинах, ты приезжаешь, тебя вызывают к 7 утра, и ты там выходишь в кадр часов в 10, потому что там что-то выставляется, что-то решается, что-то делает, что-то придумывается, что-то согласовывается, там такого нет. Но я не могу сказать, что там это плохо или хорошо, зато у нас души больше. Понимаете, там ты ни с кем не общаешься, ты сидишь в вагончике и ждешь, пока тебя позовут. Все такое, все, здрасте, все, мы готовы, вышли, бам. А у нас душа, общение какое-то, все, такого там нет. Ну, вот вы же говорили о том, что с Сидурли Вывер вы как раз общались так достаточно неформально, то есть это все равно происходит между актерами и в Америке? Ну, вот душевное общение. Только если это долгоиграющий проект. Если ты снимаешься один, два, три дня, никакого общения у тебя не произойдет ни с кем. Ты не увидишь. А, ну, если мы берем Индиану Джонс, ну, понятно, мы год ее снимали. Ну, конечно, я с Харрисон Фордом там и текилу пил там по вечерам, мы снимались на Гавайях на три месяца, уезжали там. Я с Кейт Бланшетт вообще влюбился и в Каннах на фестивале напился и сказал, что Катя, я тебя люблю, она говорит, Игорь, я тебя тоже. Я говорю, Катя, ты не поняла, я тебя правда люблю. Она говорит, ты где же ты раньше был, я сейчас беременна и третьим ребенком. Я просто к тому говорю, вот, конечно, за это время что-то складывается. Шая Лабаф мы там дружим, с Рэй Уинстоном, замечательным английским актером, мы тоже дружим там и все. Понимаете, это такие вещи, которые, если ты долго снимаешься, так или иначе происходят. Даже за три месяца съемок там или четыре в Венеции, там, я с Анжелиной Джоли подружился, со всей ее семьей, со всеми детьми там, с Брэд Питтом он прилетал там, и мы там ходили в ресторан кушать, она всех приглашала. Ну, конечно, ты дружишь, ну, если это долгое время. А так, у нас то же самое, слушайте, если у меня два дня съемочной какой-то картине, ты не успеешь подружиться никак ни с кем, вот и все. А будет там месяц-два, ну, успеешь, и, может быть, это останется на всю жизнь, да. Мы как-то на картине Ви с Лешей Чадовым встретились, подружились за один день и до сих пор не расстаемся. Это мой самый близкий друг, понимаете. Вот и все. Как-то так случилось, потому что мы долго снимались, мы вместе жили, мы что-то переживали, мы какие-то вещи, а потом просто вот это переросло в такую дружбу. Хотя я там постарше его, я такой уже дядька взрослый, Лешка помоложе. Сегодня, кстати, иду на его премьеру «Аванпост». У него сегодня фильм выходит с Петей Федоровым, режиссер Егор Баранов. Вот я сегодня поеду уже скоро на премьеру «Аванпоста». Это не реклама, но посмотрите. Тоже реклама идет как раз «Аванпост». А, да, ну тогда можно. Ну а российский фильм «Соловей-разбойник» Ивана Ахлобыстина вы назвали своим любимым в одном из интервью. Почему он ваш любимый? Не знаю, потому что более хулиганской картины я никогда не видел. И вообще, Ваня, он такой, конечно, он брызжет какими-то идеями, мыслями, он так рассказывает. Я уже говорил, у него есть несколько идей, которые и я, и другие люди уговаривают его написать. Ну, сценариев. И Ваня все никак не может, потому что он, в принципе, реально такой занятой человек, чтобы сесть написать. Но кроме Вани это никто не напишет и не сделает. И мы один раз ехали в Питер ночью на поезде, я помню, я там, Оксана Фандера, там кто-то еще на съемке. И Ваня нам рассказывал историю. И он рассказывал так красиво, мы сидели в купе, что мы доехали за всю ночь, и даже слова никто не произнес, и просто все рты открыли. И он рассказывал историю сценарий, который он придумал. И мы просто сидели. Вот у Ваня такой. Поэтому и слои мне нравятся. Ну, и мне просто жалко, что у него не было так много внимания у этого фильма, рекламы там каких-то, всплесков. А так, меня за него, кстати, все благодарят. Почему-то меня любят все охранники во всех всяких ресторанах, ночных клубах, где-то там все. Ну, вот почему-то именно за этот фильм. Вот я не знаю, почему, с чем это связано, но как-то вот люди такие вот, ну, какой-то такой энергии. Не знаю, ну, вот, в общем, не знаю, как связать это все. Ну, а российский кематограф вообще любите? А знаете, как, это как, вы яблоки любите, а есть ем, любить не люблю, да? Ну, вот как-то российский кематограф люблю, да, ну, не смотрю. Ну, фильмы со своим участием пересматриваете? Никогда, не дай бог. И он сейчас, сериал идет полярный, мы сняли тоже с Ваней Ахлобыстином, с Мишей Пореченковым. И даже не смотрю, мне все звонят, ой, мы тебя там смотрим, в телевизор, включай. Мне даже страшно, я боюсь. Никогда ни один фильм я не пересматриваю, с собой не смотрю. Меня это, наоборот, загоняет в какую-то, блин, яму. Потому что каждый раз, как я себя вижу, я понимаю, что, блин, надо было не так. Ой, надо было все сделать по-другому. И, ну, эти переживания, творческие мучения, они нафиг и нужны. На этого я не смотрю. То есть, Индиану Джонс Спилберга вы тоже не пересматривали ни разу? Нет, нет, смеяться будет. Один раз я его смотрел полностью на фестивале в Каннах. Все. Остальные разы, ну, попадешь так иногда где-то, там, ну, чуть-чуть, там, какой-то кусочек. Посмотришь или ждешь, знаешь, какая сцена, как ты ее пережил и что-то для этого сделал, можешь посмотреть, а так нет. Ну, легко фильмы и роли отпускаете? То есть, многие писатели, в частности, Людмила Улицкая, мы нередко этот пример приводим, говорят о том, что после каждой книги она физически умирает и потом оживает и пишет другую. Но, тем не менее, вот у нее такая ассоциация. Вот вы легко отпускаете фильмы, в которых снимаете? Легко. Вообще запросто. Даже не думаю. Я так же, как и текст, собственно говоря, я, у меня короткая память на все. Ну, не на все, но я имею в виду вот на тексты, допустим, я себя приучил. Я могу, я тексты не учу. Я учу, я читаю сценарий, я понимаю, ну, через себя прокидываю роль этого человека. Кто он, что он, зачем он, почему он, где он, какие у него ассоциации, все. И этого у меня достаточно. А сам текст я учу, вот просто выйдя на площадку. За секунду я могу выучить несколько страниц текста. Могу даже на спорт с кем-то поспорить, понимаете? Можно даже батл такой сделать. И вот мне достаточно раз-два прочитать, все, я запомнил там несколько страниц. Но я их тут же и забыл. Вот у меня такая вот. Потому что я это быстро пропускаю от себя и отпускаю. Я взял, воспринял и все. Ну, не знаю, может кто-то по-другому. Я удивляюсь людям, которые живут в своих ролях долго и этим, как бы, в этом образе ходят какое-то время. Нет, у меня такого нет. Ну что ж, спасибо вам, что вы нашли время и вышли в прямой эфир программы «Абонент доступен». Российский и голливудский актер Игорь Жижикин был гостем программы. Спасибо вам, всего доброго и до свидания. Спасибо, ребята. До свидания. До свидания.